так добрый день всем сегодня продолжаем тему обсессивно-компульсивной личности обсессивно-компульсивном характере на структуре личности вот будем потихоньку разбираться постараюсь не говорить громко потому что у меня немножко поболевает горло вот температура нет видимо где-то простыла поэтому потихонечку буду говорить вот значит мы остановились на том что с обсессивно-компульсивными личностями подход должен быть в терапии доброжелательный то есть такой общий фон терапии такая доброжелательность необходимо понимать и объяснять стыд так как мы уже говорили что очень много стыда у клиентов с обсессивно-компульсивным характером да вот и их уязвимость для стыда в первую очередь требует понимания и интерпретации сердечность и тепло вместо требования и контроля борьба за власть между терапевтом и обсессивным клиентом рождающиеся из контр трансферентных импульсов то есть контр переносных импульсов представляет собой обычное явление то есть у вас с такими клиентами всегда будет происходить контр перенос наверное вы догадываетесь почему потому что в прошлый раз мы с вами разбирали что у обсессивно-компульсивной личности всегда стоит внутренний вот этот вот созданный строгий жесткий родитель и на вас будут проекции да и у вас будут контр переносные вот эти все время возникать импульсы это абсолютно нормальное обычное явление вот поэтому необходимо еще раз подчеркну научиться и знать на зубок и что такое перенос контр перенос и виды этих явлений затягивание этой этой борьбы если вы не умеете работать то будет борьба ведет только к воспроизведения ранних пагубных объектных отношений то есть вы просто будете с ним бодаться как и у продеть родитель когда-то с ним бодался и будете такому клиенту тем строгим опять родителям которые у которого он там внутри у себя поместил вот и поэтому здесь необходимо совершенно занять другую позицию старательно избегая того чтобы терапевт напоминал требовательного контролирующего родителя следует учитывать что пациент нуждается в сохранении теплых и сердечных отношений да то есть вот это доброжелательность должна быть поле доброжелательности мы сегодня будем смотреть вообще как работать с такими клиентами ну и там из этого вы сделаете выводы если кто-то из ваших близких или вы являетесь как были там сессивно компульсивной личностью да это у нас у всех проявляется только вопрос вот этого глубины этого проявления на вот мне посчастливилось пять лет общаться с таким человеком с глубоко обсессивно компульсивным человеком и я вам хочу сказать это очень тяжело вот и здесь требуется конечно же только терапия но запроса у людей на на терапию не возникает вот либо если возникает то это в принципе очень хорошо корректируется очень хорошо корректируется значит значит прятаться за словами очень хорошо умеет обсессивно компульсивный значит на вопрос терапевта так что вы чувствуете пациент в своей привычной манере пытается оттолковать все об одном и том же то один из один из способов перевести работу в более аффективную плоскость связан с использованием воображение символики творческой коммуникации обсессивные личности используют слова чтобы отделаться от чувств они чтобы выразить их мы уже говорили о том что скажите что вы чувствуете они начнут вам рассказывать что они думают вот поэтому наша задача использовать воображение символику и какие-то творческие коммуникации дальше еще будем смотреть как с ними работать для особенно скованных пациентов на или наиболее эффективно сочетание именно групповой терапии почему потому что в групповой терапии могут быть могут быть люди которые очень хорошо выражают свою боль словами да или выражая чувства и обсессивно компульсивно будет смотреть на них и думать о я не один такой и поэтому это будет так называемая атака на их внутреннюю изоляцию и здесь есть шанса что обсессивно-компульсивный начнет раскрываться до начнет как-то высказывать свои чувства значит я вам сейчас зачитаю фразу и вы представьте что вы обращаетесь к пациенту к своему к такому да и вы можете эту фразу использовать в терапии вот как бы мысленно повторяйте за мной то что терапевтический процесс не идет так быстро как хотелось бы нам обоим может вызывать раздражение не удивляйтесь если вам в голову будут приходить такие мысли полные обиды возмущения относящиеся к терапии или ко мне если вы почувствуете неудовлетворенность нашей с вами работой можете бы там может быть вам стоит сказать об этом мне вот эту фразу вы можете себе взять на заметочку и перефразируя так скажем да и и по-своему вы можете таким образом клиента расположить на обратную связь необходимо проработать стыд который лежит в ядре этого расстройства заболевания так говорить фигурально выражаясь значит важно не только идентифицировать какой-то аффект до данном случае говорю просты но и дальше поощрять пациента получать от него удовольствие психоаналитическая терапия предполагает не только превращение бессознательного сознательно необходимо чтобы пациент перестал относиться к к тому что становится сознательным как постыдному дело в том что у обсессивно компульсивного есть вот этот строгий родитель и он как бы опираясь только на его авторитет внутренний до делает или думает или совершает какие-либо действия и у него собственного внутри можно сказать нет потому что ему за все стыдно поэтому важно выводить вот этим любое его проявление до мышление мнение осознание ему за это будет стыдно вообще озвучивать это чувствовать это поэтому на ты все заблокировал и внешним полюсом выставил вот эти обсессивно компульсивные ритуал то есть это либо действия какие-то либо постоянные какие-то мысли навязчивые вот то есть из-за того что этот человек полностью отсутствует вот у него у него чувства да потому и появляются эти ритуалы и наша задача вытащить из этого бессознательным из и сделать это сознательным и лишить эти сознательные мысли чувства действия поведения и все 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 что связано выйдет сюда на наружку сделать это не постыдным до за этой уязвимостью для чувства стыда стоит патогенное убеждение в собственной греховности запускающие как обсессивный так и компульсивный механизм я уже сказала это и давайте с вами сделаем классное упражнение вот сейчас прям такие расставим точки над и вы сейчас узнаете сами себя каким чувством вы что чувствуете да что принимаете что не принимаете давайте начнем какие чувства вызывают у вас стыд гнев ревность зависть жадность страх отвращение может быть еще какое-то чувство какое чувство у вас вызывает стыд когда вы его испытываете нет это не я вы будете говорить нет нет или например не показывать вообще молчите об этом чувстве потому что ну как бы не принято же нельзя это как бы не не уместно и так далее за счет чего понимаете там строгий родитель вам говорит сталин такой с пальцем что нельзя гневаться нельзя завидовать нельзя жадничать нельзя 100 страх испытывать имеется ввиду именно чувство чувство какие чувства для вас постыдны можете ли вы замечательно пишите в чат чтобы вы могли видеть что есть такие же как и вы люди которые испытывают стыд по отношению к чувству вины к чувству страха к чувству жадности до отращению страха вот я читаю слабости до слабость это не чувство да какое какое перефразиваете для себя что это за чувство за слабостью стоит можете ли вы разрешить себе и полюбить в себе эти чувства можете ли вы разрешить себе и полюбить в себе эти чувства ответе себе на этот вопрос можете писать в чат можете ли вы разрешить себе и полюбить в себе эти чувства да вот вы делитесь уже что у меня тоже тогда и и вот давайте сейчас попробуем эти чувства при попринимать в себе как то что из этого получится можете ли вы попробовать насладиться этим чувством чувством ревности чувством гневом зависть и отвращение жадности попробуйте насладиться этим чувством потому что это ваше чувство оно живое скажите себе вслух я испытываю ваше чувство которое вы стыдитесь с удовольствием я испытываю ревность с удовольствием я испытываю жадность с удовольствием на такое приятное упражнение где мы принимаем свои чувства кому-то трудно кому-то легко попробуйте отдельно сделать такую медитацию и посидеть в этом чувстве и попробовать посмотреть на него как то что существует просто как есть сложно трудно слезы да но слезы это всегда освобождение значит выходит боль вы представите вы себе запрещали стыдились этого чувства а на самом деле смотрите это же про живое что-то это же про что-то живое вас вы же живой человек у нас у всех есть эти чувства поэтому позвольте себе поэтому позвольте себе посмотреть на это чувство как она живет в вашем теле и оживите это чувство и попробуйте это чувство сказать вслух я испытываю а чувство жадность удовольствие вот и поживите с этим вот дайте себе возможность поделать вот такую медитацию да это именно такая медитация упражнение когда я замедляюсь и начинаю жить внутри себя этим чувством да это классно прожить на самом деле дать место этому чувству не дайте будете видеть во всех жадных себя подавлять себя же знаете как за стыдом стыд он же блокирует он блокирует и потом ему она же выходит в каких-то симптомах и только внешне до начинаем это видеть других пальцем показывать осуждаем а мы еще и у себя внутри это болезненно начинаем ощущать даже симптоматика может выйти какая-то психосоматическая хочется это срочно рассказать мужу да значит просто быть ничего не делая значит компульсивным да вспоминаем компульсивным пациентам особенно полезно давать комментарии относительно того как трудно им терпеть ситуацию где приходится просто быть а не делать то есть вы должны клиентам поощрять поощрять их ничего не делания да то есть поддерживать их состояние я есть я ничего не делал что компульсивный создают себе ритуалы да и они от них мучаются это как их внутренняя такая смирена тревожность да и они внешним полюсом выносят вот эту компульсивность и вот им невозможно возможно но очень трудно ничего не делать не случайно в ходе осуществления программ 12 шагов вы наверное знакомы с такой программой имеющих целью остановить саморазрушительную компульсивность была придумана молитва безмятежности до 12 шагов это программа для зависимых от алкоголя да и давайте мы сейчас с вами эту молитву произнесем господи господи даруй мне умение принять то что я не могу изменить мужество чтобы изменить то что изменить возможно и мудрость чтобы отличить одно от другого замечательная молитва очень похожа на молитву оптинских старцев я думаю что она заимствована именно оттуда так значит так значит с обсессивно компульсивными или с теми или другими пациентами необходимо работать с телом то есть подключайте обязательно телесную терапию и глубокий опыт расслабления и медитации для них это номер один номер один это вот это медитация расслабление находиться здесь и сейчас в моменте то есть необходимо давать домашние задания на глубокие медленно глубокое расслабление именно да или проводить непосредственно прямо на вашей сессии уделять этому время да может быть минут 15-20 в конце сессии да вы можете погрузить вашего клиента здесь и сейчас в борьбе с упорством обсессивно компульсивных личностей в тех случаях когда они сопротивляются выражению чувств можно апеллировать к их практической натуре так как они же любят очень и мозгами с вами выражаться да я все словами и избегает каких-либо чувства попробуйте апеллировать немножко такими хитрыми уловками на самом деле я вам еще открою один секрет что психолог он не работает знаете в такой психотерапевтической манере по методам и техникам при таким прямым да психолог он немножечко должен исхитрить где-то он должен где-то схитрить зная комплекс или проблему трудность клиента он где-то может сманеврировать сделать определенные хитрые вещи да то есть это относится как раз парадоксальной психотерапии у нас ее нет но по сути то что я сейчас буду вам давать это относится именно к парадоксальной психотерапии то есть вы можете научно мыслящим пациентам которые любят все объяснять рационализировать морализировать и так далее у них такие защиты им бывает полезно узнать что слезы освобождают мозг от определенных химических соединений связанных с хронически пониженным настроением оно так и есть да поэтому он вам несколько фраз а вы ему еще то есть он боится проявить свои чувства потому что они его захватят потом еще впереди посмотрим коснемся того когда обсессивно компульсивно касается своих чувств да там там просто начинается цунами его захватывают эти чувства он с ними не умеет не умеет вообще контактировать он справляться с этим не умеет ему тяжело вот и здесь конечно нужна ваша прям мощная поддержка да и всегда можно объяснить ему тоже словами да научными научные факты ему рассказать о том что правда слезы это это же химические соединения да и если не плакать будет пониженное настроение добросовестность скрупулезность и послушность в соблюдении правил могут восприниматься как проявление их приверженности авторитетом тогда как их жестокость упрямство и склонность противоречить можно рассматривать как выражение бунта в допустимой форме бунта против этого авторитета особенно если этот бунт морально обоснован так как так как клиент удерживает в голове вот этого родителя да вот этого Сталина да он ему служит да внутреннему этому строгому родителю вот поэтому здесь важно увидеть этот перенос и борьбу за сохранение вот этого Сталина внутри себя ему очень сложно будет отказаться от этих даже не сложно а практически невозможно отказаться от этого Сталина который диктует ему определенные правила и подавляются в тени его его противоположные качества если за добросовестностью скрупулезностью послушностью может стоять вот какая жестокость упрямство упрямство и склонность противоречить вот поэтому вы столкнетесь с большим сильным сопротивлением но мы сейчас посмотрим как хитренько это обойти значит удерживать внимание на злости к любимым родителям значит удерживать внимание личности на теме злости к любимым но стесняющим ее родителям вместо разрешения уйти от этой проблемы необходимо это это необходимая обязательная задача в случае структуры личности именно обсессивно-компульсивной полезно выразить эту злость обязательно выражать злость к родителям в классической работе с телом например ваш клиент может лечь на пол и мотать головой как маленький ребенок и говорить нет 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 бить кулаками по полу и ногами то есть это хорошее такое упражнение для него там очень много злости на родителя на самом деле очень много агрессии ее необходимо выпустить наружу но это тогда когда клиент вы почувствуете что он начнет что то говорить про родителя и он знаете как он будет говорить все хорошее онsanег будет будет правда говорить все хорошее но за этим хорошее Очень много агрессии. И если вы чуть-чуть заметите, что клиент вот где-то что-то, да, немножко проявляется, вы будете чувствовать, во-первых, в контрпереносе злость, ту, которую подавляет ваш клиент. Вот, и когда он будет говорить, вы знаете, моя любимая мамочка, она напивалась, и она меня оставляла одну дома, и мне даже нечего было есть. И я иногда стучала соседям, чтобы они принесли мне покушать, потому что я умирала с голоду. А потом мама приходила, и я так её хотела обнимать. Что вы чувствуете? Если бы мне рассказывали такую историю, я бы думала, скотина эта мамаша, у меня бы злость захватила, вот эта подавленная злость вашего, это вашего клиента, да, вы в контрпереносе её ощущаете. Вот, то есть что нужно в этом моменте сделать? С контрпереносом поработать, сказать, а что вы чувствуете, что вы ощущаете вот по этому поводу? Вот вы сейчас взрослый человек, вот вас мама оставляла, напивалась, уходила, оставляла вас маленькую одну в небезопасной обстановке. Что вы чувствуете? И тут он вам начнёт рассказывать сказки. Он начнёт вам говорить, ну, я люблю свою маму, я ей помогаю, я ей там деньги высылаю, она такая у меня хорошая, она у меня такая вообще замечательная. И вы-таки сидите, вас вообще ещё больше накрывает злостью, потому что это нормальное чувство защитить, во-первых, ребёнка, и это такое несправедливое. Ну, попробуйте вот вас сейчас, вот взрослых, закрыть где-нибудь без еды, без воды, и как бы ключ кто-то потерял, так, ну, через два дня пришёл, а вы там уже сгрызли стены. Что вы сделаете с этим человеком? Если вы здоровый человек, вы наброситесь, ему в морду просто дадите, и как минимум плюнете в него, да, вот, или там полицию вызовите, или ещё чего-нибудь, да, ну, то есть много злости. А представляете, это в человеке, да, может сказать, давно простила, но не отозлилась, и внутри это всё сидит и разрушает. И потому у вашего клиента компульсии, да, и обсессии, он то 20 раз ручку помоет, то 40 раз руки в день помоет, то 20 раз почешет за ухом за 10 минут, и так далее, и тому подобное. Это не допущенная агрессия. Вот это вот любить родителей, Сталин сказал же любить, это он взял вот у этого социума вот эту какую-то родительскую фигуру, которая говорит ему, родителей надо почитать. И он по-другому не знает, как, что и как. А здоровый человек, у кого нет вот этих вот подавленных, он, естественно, злится. И тогда вы говорите, вы знаете, я чувствую, я лично испытываю такую злость, такой гнев в сторону вашей мамы. Конечно, вы не говорите этой сволочи, мамаши. Нет, вы это не говорите. Вы говорите в сторону вашей мамы, я чувствую такой гнев, что если бы меня оставили одну дома, закрыли, мне нечего было бы есть, я бы испытывала гнев, как минимум. То есть я сейчас чувствую этот гнев, я гневаюсь за вас, я чувствую это. И знаете, необходимо как бы перевести вот это вашего клиента из буквального в символическое. То есть он буквально воспринимает, что родители нужно почитать. Ну, почитай ты этого родителя. Это одно другому не мешает. Ты можешь обеспечивать, ты можешь там что угодно со своим родителем делать, но здоровое чувство защиты своей ты должен испытывать. То есть это нормальное человеческое. Поэтому мы возвращаем клиента из буквального в символическое, да, и через себя это делаем, через себя. И вот если вы замечаете, что чуть-чуть ваш клиент где-то немножечко хоть проявил хоть чуть-чуть чувство гнева, немножко он, может быть, сказал, знаете, через вот какое-то, может быть, даже мимическое. Почему вот мы должны, если будем в онлайне работать со своим клиентом, да, мы должны видеть его лицо. И вот вы можете увидеть на лице, может быть, даже что-то, какое-то проявление. Или вот он может кулаки как-то сжимать. И вы можете спросить, а что с вашими руками сейчас? То есть он может не говорить об этом, но у него это в руках может быть, знаете. И вы можете сказать, что с вашими руками? Обычно, когда я сжимаю кулаки, я, значит, хочу кого-то ударить. Вот он тоже контрперенос. И он такой, не-не-не-не-не, такой отнекивается. Вот. И здесь вот нужно ловить моменты, и где-то как-то не с первой, возможно, сессии ваш клиент скажет о том, что он злится на своём. Знаете, я наблюдала, как они сначала сопротивлялись своим вот этой злости, а потом, когда они начинали плакать, когда они начинали рыдать, там проскальзывали, почему она так со мной? И вот это, почему она так со мной, это и есть проявление злости. И здесь вы дайте своему клиенту отработать эту злость. Надо, можно сказать, позволь себе злиться. Как бы ты показал сейчас эту злость? Что бы ты сделал? Позволь себе это сделать. Предложите ему лечь на пол и бить ногами и руками, говорить нет, 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 нет. То есть позвольте своему клиенту наконец проявить агрессию, прочувствовать её в теле. Он просопливится, прослезится, пробьёт себя, может даже добить так, что проломит там, не знаю, себе на тарелку на голове. Он может всё, что угодно сделать и дайте эту возможность, пока клиент сам не остановится и уже не почувствует вот это облегчение. Обязательно. Другая сторона этой злости и сожаления, любовь, которая также скрывается, сдерживается или маскируется внешней холодностью. Именно любовь, особенно в случае лучше функционирующих личностей, была причиной того, что родители смогли так эффективно ограничить собственного ребёнка. Любовь служила посредником в создании внутренней тюрьмы запретов и ограничений. Своей помощью стало возможным лишением ребёнка автономии. То есть ребёнок с помощью вот этой гиперлюбви, возможно, да, ограничений каких-то, получил такое послание от родителя, не чувствую любовь. Потому что это опять за этим... Это, во-первых, родитель, ему тоже стыдно как-то проявляться. То есть... Как бы к чувствам такая дистанция. И я научаю своего ребёнка то же самое. То есть какими-то запретами. То есть ребёнок первый импульс сделал к родителю, а мама такая... Молодец! Там по холке его погладила своего сына или дочку. Умничка! И вот такую, знаете, с ним дистанцию выдерживает. Это запрет на любовь, запрет на чувства. И ребёнок что делает? Получает фрустрацию, получает такое... О, нельзя! Всё внутри застряло. Внутри застряло. Никому нельзя испытывать эти чувства. Нельзя проявляться. Оно внутри блокируется. И клиент ничего не чувствует. А что вместо этого? 20 раз почесать за ухом. Или 40 раз пойти выключить печку. Вышла из дома. Ой, вернусь, а то пожар будет. Вроде выключила, ушла опять. Ой, может там утюг? Ой, плойку может быть? А я вчера там выключила какую-нибудь хрень опять из розетки. И вот это вот. У человека вот эти компульсии, компульсии, компульсии. Или абсцессивные какие-нибудь мысли. Это всё потому, что внутри, знаете, как чешется что-то. А это чешется, это то, что я не живу внутри себя. И никак не проявляю. Плюс ещё к тому, что клиент сопротивляется любви из-за бессознательного страха. Что такое может случиться снова. То есть он имел опыт, может о нём даже забыть. Но он будет помнить на какой-то там бессознательной памяти, что нельзя подходить человеку, обнимать его. Это неуместно. Неуместно. Она боится, такая личность боится, что стараясь угодить любимому человеку, окажется ограбленной, окончательно утратить своё автономное истинное «я». Именно этого прежде всего опасается навязчиво-компульсивная личность. Значит, навязчиво-компульсивные родители не поощряют свободную экспрессию любви. Им удобнее проявлять свою заботу, соблюдая безопасную дистанцию. Они имеют тенденцию проявлять беспокойство по поводу слишком бурно физически или вербально выражаемых эмоций. Ну, нельзя вообще выражаться, проявляться. Таким образом, у них есть причина на то, чтобы соблюдать чётко установленную дистанцию в отношениях с любимыми, моделировать и укреплять эту тенденцию. Спрятанное море чувств. Если в ходе терапии или в жизни этот тип характера случается, размягчить, то очень часто выплёскивается море чувств, которые воспринимаются одновременно как приятные и как угрожающие. Вновь оказывается, что личности этого типа имеют склонность совершенно автоматически реагировать бегством от таких переживаний. Такие люди, если на них действительно напала какая-то любовь или какое-то чувство страха или злости, эти люди начинают просто, их захватывают это, и они, конечно же, сбегают. Они сбегают. Они тут же раз и что-то другое предпринимают делать, дабы не испытывать к этим, к этим, не чувствовать это чувство, не жить это чувство. Про зевоту это когда ваш, он придёт, ваш обсессивно-компульсивный, он же и про чувства с вами не будет говорить. Вы что? Он вам какую-то такую лапшу будет вешать, сидеть. Он вам такое что-то будет зачесывать. И вы будете сидеть и чувствовать вот это вот. Господи, да когда же это закончится? Как же это скучно. И вот это вот зевание начнётся, потому что там много непрожитого. Вам захочется этого клиента тряхануть, чтобы он же был живым, он же не живой. И вам захочется... Вы будете... Я вам ещё раз говорю, с этими клиентами контрперенос будет жёсткий, очень жёсткий. Поэтому, как только вы начнёте чувствовать чего-то там контрпереносное, вспоминайте, как работать в контрпереносе. И понимайте, что клиент чего-то там, чего-то важное от вас на самом деле утаивает. Но не надо его потрошить на важном. Да, потому что он, возможно, не готов. Потому что он ещё, знаете, как... Ну, с первой сессии точно. С первой сессии вот, ну, не надо в контрпереносе работать. Да, посмотрели, поисследовали. Когда уже будет какое-то знакомство, более-менее вот это какое-то терапевтическое поле между вами возникнет, тогда начинайте уже потрошить его. Да, он будет вам одно и то же что-то там заносить. Какую-то чепуху будет вам рассказывать. Будет, знаете, как неживые такие сессии, неживые. Либо будете сидеть, злость испытывать, либо скуку, либо там ещё что-то. Но вот посмотрите, пожалуйста, контрперенос 48 раз. Значит, давайте сейчас сделаем тогда с вами упражнение. Устройтесь удобно, закройте глаза. И разверните фантазию. Представьте себе, что вы не сдерживаете никаких чувств. Ну, представьте, проснулись, а у вас нет никаких защит. У вас все чувства, которые у вас есть, они проявляются открыто. Прямо представьте себе, никаких чувств не сдерживаете. К чему это приведёт? Как к этому отнесутся другие? Вот представьте себе, у вас все чувства в полном... Ну, вот нет стопа. И вот как к этому отнесутся другие? И что в итоге будете чувствовать вы? Такое хорошее упражнение на рефлексии. Конечно же, с клиентом вы можете об этом разговаривать. То есть он вам может озвучивать это всё. Значит, любовь равно долг у таких людей. Страх перед обязанностями, которые для них связаны с любовью. У них возникает чувство, что если они кого-то любят... Да, позор, конечно, стыд вы будете чувствовать. Конечно. У них возникает чувство, что если они кого-то любят, то должны вступить с ним в брак, отвечать за его жизнь и благополучие. По сути, его или её научили, что если она любит своих родителей, то должна делать то, что ей велят. Навязчиво-компульсивная личность должна научиться испытывать и выражать любовь свободно, не обременяя её сразу же чувством долга. Поэтому вот, пожалуйста. В процессе терапии личность с комплексом порядка должна научиться, что любовь – это есть дар. Причём как любовь даваемая, так и получаемая. И что она не предполагает ничего иного. Когда навязчиво-компульсивная личность это поймёт, то ей не нужно будет больше быть такой упрямой и зажатой. Компульсивные личности и обсессивно-компульсивные, они очень зажатые и очень упрямые, потому что у них этот Сталин внутри живёт, и он вот прям по правилам этого Сталина живёт. Потому что если обсессивно-компульсивная личность проявится по-настоящему, какая она есть, у этой личности есть представление о себе, что он развалится просто. Развалится просто на мелкие кусочки. У него этот Сталин, он является, знаете, как палкой-держателем, знаете, у этой пирамидки, знаете, на которую кольца одеваешь, на эту пирамидку. Вот она, вот эта палка-держатель, вот это Сталин, созданный им внутри, вот эта социальная какая-то фигура, которая придерживается, как он поступил бы, так и я бы поступил. И если вдруг убрать этого Сталина, у него есть ощущение, что он вот так вот развалится, просто как расползётся, как размазня по асфальту, понимаете, да? И у человека поэтому страхи, страхи. И он поэтому создаёт себе ритуалы. Вот эти ритуалы бессознательно, причём это всё несознательно, именно бессознательно. Так, она вновь обрела себя и свою любовь. Значит, личность вновь обрела себя и свою любовь и уже не может быть лишена ни того, ни другого. То есть ваша задача, вот взять это на заметочку и тоже это с вашим клиентом прорабатывать, что любовь – это есть дар, и никто никому ничего не должен, да? Вот. Это всё прорабатываться будет именно в длительной психотерапии. То есть это не одна-два, а не одна-две встреч. То есть сегодня вы это поработали, завтра вы это поработали. Там же, знаете, все сферы жизни подавлены, там же всё, просто все чувства прищемлены к асфальту, даже в недра земли заталканы и, знаете, как алмаз затвердели. И ваша задача – рыть вот эти недра земли просто даже вот этим маленьким веничком из шерсти белки раскапывать аккуратненько, бережно создавая вот эту доброжелательную атмосферу, такой, знаете, работая миллиметр за миллиметр. И давайте с вами сделаем упражнение, прекраснейшее упражнение, которое называется «Признание в любви». Поставьте, пожалуйста, напротив себя стул. Заранее, если его нет, то представьте, как будто там есть стул или кресло. Мы будем сейчас отделять с вами любовь от долга. Представьте, на этом стуле кого-то, кому хочется признаться в любви, но стыдно и страшно. И теперь скажите вслух, «Я люблю тебя, но это не значит, что ты мне что-то должен или я что-то должна тебе». А теперь представьте другого человека на этом месте и повторите эти слова. «Я люблю тебя, но это не значит, что ты мне что-то должен или я что-то должна тебе». Так. Ну, такое тоже маленькое упражнение. А если эксбиционистский нарциссизм говорит «я совершенство», то навязчиво-компульсивная личность говорит «я должна быть совершенством». И если такая личность достигнет такого состояния, что допустит для себя такую возможность, то будет переживать еще больший страх. Поскольку для такой личности это ситуация, при которой она целиком погружается в пустоту своей изначально неопределенности. Однако, если структура такой личности окажется достаточно устойчива, то она может особенно при поддержке терапевта выдержать это чувство и начать открывать настоящее содержание своего существования. В этом состоянии человек испытывает чувство страха и настоящее чувство пустоты. Этот кризис можно сравнить с кризисом религии глубоко верующего человека, который потрясает ее до основания. До того, как наступит кризис, такая личность всегда задавала себе несоответствующий вопрос, что я должна сделать вместо вопроса кто я такой или кто я такая. Постоянно перебрасывание с одной альтернативы поведения на другую. Поясню про я, что я должна делать вместо кто я такая. Такие личности идентифицируются только с какой-то деятельностью, деятельностью или обсессиями, какими-то мыслями и так далее. То есть они не чувствуют себя внутри, они только могут... Я? Кто я? Я инженер. А кто я как Вася? Я не знаю. То есть и у них будет паника огромная, если они вдруг станут Васями сами. Знаешь, знаете как я Вася и вдруг я становлюсь Вася и для них это просто, знаете, и в пот и их бросят, и в обморок они могут упасть. Поэтому они идентифицируются только... Я Вася, я инженер, мне 38 лет, у меня семья, там дети, или я там... у меня мама или еще что-то. Все что угодно, но никто я есть. Вот. И ваша задача, конечно, выводить клиента про... на вопрос не... что я должен делать, да? А кто я есть сам по себе? Значит, у такого человека, у такого человека всегда есть паника его сущности. Постоянно перебрасываясь одной альтернативой поведения на другую, она уводила собственное внимание от ощущения значительно более глубокого вопроса, избегала связанной с ним паники, то есть это кто я есть. Когда навязчиво компульсивная личность в конце концов начинает задавать себе действительно этот важный вопрос, она часто ощущает, что теряет над собой контроль, что начинает сходить с ума. Это правда так и есть. В ней высвобождается такая резкость и никчемность. То есть человек может даже нападать. Он так может защищаться, что может даже нападать. Вот. То есть это, знаете, это такая буря внутренняя буря чувств, что человек не может соприкоснуться с самим собой. Поэтому терапия должна быть длительной. Поэтому почему я сказала, надо копать чуть ли не до недра ядра земли, копать кисточкой из беличьего хвоста. Потому что он чрезвычайно трусливый человек, да, он боится своих чувств, он боится самого себя, он под град, он и унырнет. Но мы посмотрим, как еще можно хитренько с ними работать. Главная цель терапии навязчиво компульсивной личности довести ее до воссоединения с ее собственной основной человеческой природой. Да, они не чувствуют свою природу. Наша задача их соединить с их самостью, с их природой. Сложность этой структуры характера как нельзя лучше подходит для тех современных разновидностей психотерапии, которые делают упор на открытие, выражение и освобождение. Значит, навязчивая компульсивная личность это человеческое существо, заключенное в темницу собственных рамок. это неподвижность проявляется в напряжении мышц. Эти люди еще немножко, знаете, как каменные такие, они такие неповару, они, знаете, как такие, как буратины. У них даже мыши, скелет такой, знаете, они не гнутся. Это очень негибкие люди. Значит, низкая уровень гибкости, ее убеждение чрезмерное упорядоченности, ее поступков. Ее бессознательная ее тень и воинственная природа оказываются заключенными в собственноручно воздвигнутой тюрьме. Значит, освободить от страха собственных чувств. Характерное навязчиво компульсивное поведение и когнитивный стиль это всего лишь форма защиты на когнитивный стиль. То есть все вот обосновать, все морализировать, рационализировать. Задача терапевта так их разложить, чтобы спрятанные под ними чувства могли увидеть солнечный свет. Мы имеем дело в целом ненарушенной структурой, которая защищается от чувства страха. В большинстве случаев испытываем по отношению к собственным чувствам. Работаем с защитами. в когнитивной сфере работа будет направлена на описание и интерпретацию тех познавательных действий, которые помогают избежать конфликтных тем. Терапевт должен в буквальном смысле удерживать внимание клиента на конфликтных темах. Что будет? Значит, вы будете рассказывать, а будет он рассказывать какую-то конфликтную тему, ну, знаете, так, между прочим. И потом раз, и в другую тему нырнёт. Но вы такие, хоп, манёвр и назад. А давайте остановимся на этом. Я бы застрела на этом внимание. Или я бы хотела вернуться вот к этой теме. Не пропускайте, потому что так и будет вся терапия. Он вас будет водить по лабиринтам своих вот этих сопротивлений. Напомню, наиболее популярные формы перенесения внимания это концентрация внимания на несущественных мелочах. То есть он будет говорить, как он там бензин заливал машину вместо того, как ему начальник дал пинка при всех. На абстрактных рассуждениях обязательно что-то там про погоду будет вам рассказывать. непрестанный поиск решения проблем. Он будет сидеть так. Я наверное думаю, что я буду делать вот так. То есть такой пришел тут он придет по сути на коучинг к вам. А если вы коуч и еще психолог, то вы знаете, как расправиться с этим клиентом по-хитрому. Обязательно его хоп и туда. Он проскользнет. Он может даже так сказать, ну там человек один ну ладно ерунда какая. Ой, я там вот знаете такая погода была. Я вот в Петербург сейчас ездил, там такая погода. Вот я прогулялся, я подумал вот об этом. И вот там такие здания. Знаете, я сейчас занимаюсь изучением. и вот это вот вы будете сидеть и вас вот от этого начнет колбасить контр-перенос. И начинаете сразу работать. Значит, показываю как ну это я вам только что показала как уход от чувств. Так, тут у вас тоже есть пример. Я вам оставила в слайдах. Так, значит очень книжка хорошая вот про искусство быстрых изменений. Это краткосрочная стратегическая терапия. Написали Нарданэ и Вацлавик. Рекомендую очень. Значит, убеждать в абсурдности каких-то вещей бессмысленно такого клиента. Если терапевт старается убедить пациента в абсурдности его убеждений, то он безуспешно использует логику здравого смысла, применяя ее к тому, что функционирует не на основании такой логики, только вызывая у него ощущение, что он совершенно не понят. То есть, знаете, он будет прибегать к тому, что он мыслит буквально. Он будет буквально свой показывать во всей кассе. И вы вроде как захотите какие-то когнитивно-поведенческие истории подключить, его призвать какой-то адекватности его мышления, структурированности мышления. Но нет. Он, знаете, как это воспримет? Он воспримет это как нападение на его внутреннего Сталина. Буду так выражаться. и просто подумает, что вы его не поняли, о чем он говорит. Вот. Поэтому здесь должна быть хитрая, парадоксальная терапия. Наиболее продуктивным является отношение, основывающееся на парадоксальной логике, которое при первой встрече конкретизируется в активной демонстрации принятия странных, навязчивых идей пациента. То есть вы не сопротивляетесь, вы никакую когнитивно-поведенческую терапию не применяете, вы наоборот сидите, киваете, он вам рассказывает какие-то несвязанные вещи, не пугайте его вот этой когнитивной поведенческой историей, соглашайтесь с ним, соглашайтесь. Вот в этом и есть наш маневр, хитрый маневр психолога, который именно зная заболевания клиента, он маневрирует такими вещами, то есть он его не не растождествляет с его понятиями и смыслами, да, вот этими буквальными, он им вторит, он им вторит, да, хорошо, да, я все поняла, и причем вы это делаете прямо как на полном серьезе, соглашаетесь. Значит, у него будут такие странные, навязчивые какие-то идеи, и терапевт принимает возможную осмысленность абсурдных убеждений, даже ищет некоторую их оправданность ввиду возможной полезности, да, то есть вот, ну да, это полезно, конечно, то есть вы поддерживаете таким образом клиента. используется коммуникативная стратегия копирования вместе с абсолютным избеганием утверждений и мнений, которые могли бы противоречить точке зрения пациента. Наоборот, его точка зрения была принята и усилена в продолжении сессии с помощью особого реструктурирования проблем. Ну, то есть вы не просто так сидите там поддакиваете, да, а где-то и оправдываете, да, где-то продолжаете эту историю и на следующей сессии как бы вот лейтмотив этот вот он поддерживается, поддерживается, да, это наша стратегия, это такая парадоксальная психотерапия. Значит, в конце сессии значит, это нужно на самом деле, вот с чем придет ваш клиент, возможно, он придет прямо конкретно с жалобами на обсессии и компульсии, да, и вам нужно рассказать о том, что ваше расстройство это дар, да, значит, в конце сессии проводилось сложное, замысловатое, педантичное, не очень ясное реструктурирование представленного расстройства на основе цитирования мыслей и фактов, ориентированное на демонстрацию того, что часто подобные расстройства могут играть важную роль или иметь определяющую функцию для человеческой личности расстройство может быть дополнительным качеством дарованием предназначенным лишь немногим более внимательным и чувствительным чем другие люди это рассуждение заканчивается предложением поразмыслить в течение следующей недели предстоящей недели об этой возможной реальности то есть ваша задача убедить вашего клиента в том что его расстройство это дар да то есть его компульсия его абсцессия это некий дар и дайте ему как бы такой крючок на размышления в течение вот следующей недели на то как в чем может быть миссия таких проявлений переопределение симптома и возможности анализа на практике предъявленный пациентом симптом переопределялся с помощью это все я из книги этого отславика на практике предъявленный пациентом симптом предопределялся с помощью идеи о его возможной положительной роли и о положительной цели которую он симптом может преследовать и о чем стоит поразмыслить. Это приводило к еще большему усложнению, то есть вам надо сказать, что вы не псих, с вами все в порядке, вы просто тонкая натура. Это приводило к еще большему усложнению уже самой по себе запутанной сети мыслей пациента, к ее парадоксальному обострению и в то же время ориентировало субъекта на новую удивительную перспективу анализа этой реальности. Что мы здесь делаем? Мы просто делаем великое дело. Он же привык Сталину подчиняться внутреннему, а тут мы вдруг бросаем ему мысль о том, что есть какие-то альтернативы. У него усилятся от тревоги того, что он от этого родителя Сталина отступает, и он начинает размышлять о собственном своем. Но это и есть наша победа. Это одна из побед, которая будет в работе с такими клиентами, когда он начинает тестировать реальность. Не придерживаться вот этим квадратным, вот этим, когда он ни туда, ни сюда, он как этот, ходит по рамкам тюрьмы своей, понимаете? И мышление у него точно такое, потому у него вот эти все симптомы, да, компульсивные реакции. Здесь мы ему даем почву о новых каких-то альтернативах, о альтернативе мира. Что я представляю себе, смотрите, кто я есть, да, такая тонкая натура. И когда он начинает опираться, уже там у него появляется такой оппонент у Сталина, оказывается, я еще и тонкая натура, понимаете? Юнг симптомы как посланцы богов. Юнг же вообще называл симптомы, это, знаете, как знак, божий знак. Симптому, наконец, придавался глубокий, почти религиозный смысл. Не предлагалось от него отказаться, а предлагалось принять его как дар, как то, что дается только избранным. А вам нужно понять смысл этого послания. Это я, конечно, сейчас немножко рассказываю так смешно, да, чтобы скучно не было, но вы понимаете, да, что с клиентом с таким нужно работать очень серьезно и реально, чтобы он поверил в это, чтобы он поверил, что он избранный и что вот это вот, вот этот симптом, это дар божий. Найдите ему применение в жизнь. Улучшение. Создание ментальной запутанности и ввод абсурдного утверждения о возможной положительной роли его страданий производили следующий эффект. На второй сессии пациенты демонстрировали два типа реакций. Их можно пояснить выдержками из записей. Знаете, доктор, я всю неделю думал, для чего нужны эти мои идеи и мои странные действия, но я ничего в этом не понял. Тем не менее, должен вам сказать, что в эти дни у меня была более свободная голова. Или же, доктор, мне кажется, что я понял, что эти мои действия действительно для чего-то нужны, но совершенно не знаю, для чего. Однако, я должен вам сказать, что в эти дни я чувствовал себя нам немного лучше, у меня было меньше навязчивых состояний. Вы видите, что мы начинаем соединять нашего клиента с его тенью, допуская какие-то другие о себе мысли, мы начинаем его соединять с его натурой и природой. И тогда у него хотя бы чуть-чуть начинает освобождаться его вот эти навязчивые состояния. Вы знаете, с такими клиентами, да, непросто работать, но интересно, не очень интересно. И из 24 случаев 17 случаев людей, которые избавились от компульсии и абсцессии. Поэтому вы можете спокойно себя, если вы эту тему, например, возьмете, а вы знаете, сколько обсессивно-компульсивных личностей? Громадное количество. Если вы начнете себя предлагать на рынке труда, как психолог, психотерапевт, который работает с навязчивыми состояниями, да, с УКРами и так далее, возьмете себе психиатра сразу в коллеги, да, вы клинического психолога, то есть будете коллаборироваться, или там с психиатром договоритесь, чтобы он отправлял на терапию к вам. Изучите глубоко эту тему. Поверьте, такой начнется резонанс, потому что очень мало специалистов, которые умеют работать с обсессивно-компульсивным расстройством. Вы почитайте в интернете, сколько этих специалистов. Фиг да нифига, реально нету. Не умеют люди работать. Вот то, что я вам сейчас даю, знаете, как привыкли, закончили клиническую психологию какую-нибудь там в институте психоанализа, что они там умеют делать? Ничего. Они же не знают, что такое интегральный подход, они же не знают этой литературы, они же не копались в этом 24 на 7. Я вам даю такую возможность, так скажем, взять этот пласт на себя, да, изучить и работать вот в этом направлении. И все компульсивные, все, это будет ваше, так скажем, это. И более того, вы можете открыть свою онлайн-школу и по этой методике обучать клинических психологов, психотерапевтов, которые не умеют в этом подходе работать, и вы можете вести курсы. То есть такая узкая направленная ниша. Значит, эффектом парадоксального реструктурирования стало снижение, хоть и небольшое обсессивного напряжения, которое, становясь все более сложным, ориентировалось в своей запутанности на возможный ясный, таинственный, положительный смысл испытываемых пациентом расстройств. Оно позволило сконцентрировать внимание субъекта на чем-то отличном от привычного, сделав это таким образом, что пациент вместо того, чтобы стараться не думать и не действовать в компульсивной манере и пытаться контролировать эти побуждения, сконцентрировал свое внимание на возможной пользе от своих симптомов или расстройств. Как только он позволил себе чувствовать или делать то, что изострял внимание на свои симптомы, ему становилось легче. Совершенно очевидно, что такая несущественная полезность не была им найдена. Однако, сложное исследование в этом направлении затормозило в силу эффекта парадокса обсессивный механизм предпринятых попыток решения, а именно попыток не думать. И из-за этого все большего думания, стремления избегать определенных действий и из-за этого повторяя их все чаще. У обсессивных людей навязчивая попытка контроля над обсессиями производит эффект их поддержки и усиления. Даже небольшое отключение этого механизма вызывает быстрое снижение напряжения. Посмотрите обязательно фильм «Не думай про белых обезьян». Очень такой интересный фильм для тех, кому интересен психоанализ, юнгианский анализ, интегративный подход. Посмотрите «Не думай про белых обезьян». Называется фильм. Значит, сейчас посмотрим юнгианский взгляд. Симптом имеет смысл. Послание бессознательного, попытка компенсировать сознание через симптом, говорят боги, только через симптом современный человек может получить доступ к божественным. Ну, то есть я уже сказала, что юнг представлял симптом как нечто божественное, что ли, некий знак от бога. Юнг считал, что в религиозном кризисе современному человеку не хватает ритуалов для контакта с коллективным бессознательным. Ритуалы ОКР – самостоятельная попытка их создать. То есть это бессознательная, видите, попытка создавать как бы связь со своим внутренним бессознательным. То есть руками делаю, а это о чем-то говорит, о чем-то, что внутри во мне не работает, что у меня там сломалось. То есть здесь встречается неосознанное желание встречи с иррациональным и страх с попыткой создать для них магический круг. Помогаем создавать ритуалы и осмыслить послание самости. За предельной рациональностью абсессии прячется магическое мышление. Для психоаналитика и парадоксального терапевта магическое мышление не имеет смысла. Смысл – это тяга к бессознательному, к миру сильных коллективных чувств, к религии как связности. Тогда юнгианская терапия ОКР – это помощь в создании действительно действенного ритуала для встречи с бессознательным, с источником жизни. Помощь в понимании контроля как действительно особой чувствительности к тонкому миру. Предписание симптома «Думай о белой обезьяне и повтори 10 раз». Вот сейчас из книги Ватславика. Хорошо. Вот я вам зачитываю. Хорошо. На основании всего, о чем мы до сих пор говорили, я сейчас дам вам определенное задание, которое вы должны выполнять, не задавая вопросов, это вы со своим клиентом разговаривать будете, не задавая вопросов и не требуя пояснений, поскольку это поможет вам справиться с сомнениями о положительной роли вашего расстройства. Поэтому вы сами должны будете все понять. Я дам вам свои пояснения в дальнейшем. Поэтому я хочу, чтобы всякий раз, когда вы чувствуете, что вынуждены делать какие-то определенные действия, вместо того, чтобы стараться не выполнять их, вы должны сознательно повторить эти действия 10 раз. В точности 10 раз и ни одним разом меньше, ни одним разом больше. Ровно 10 раз. Это будет правило номер один для вашего клиента. Это задание дается для осознания того, как устроен наш ум. Стараясь думать, он отвлекается, стараясь не думать, возвращается к объекту. Это вот думая о белой обезьяне. Как раз вот посмотрите фильм. Он туда же пойдет хорошо. Значит, начинается на третьей сессии начало обретения контроля. Доктор, я прилежно выполнил ваше задание, но мне не удалось, не удавалось сделать 10 раз то же самое. Я даже несколько раз совсем ничего не сделала. И потом вы сказали, что я пойму полезность моих проблем, но я продолжаю ничего не понимать. После таких отчетов был произведен следующий терапевтический маневр. Повторялась важность выполнения ровно 10 раз определенных действий, иначе они не смогли бы выяснить положительную роль этих симптомов и обрести контроль над ними. Поэтому то же самое предписание сохранялось и на следующую неделю. При этом подчеркивался тот факт, что началось обретение контроля над ситуацией. Смотрите, какая хитрая штука. Вот это терапевтический маневр. То есть мы как бы можем сказать, что на самом деле контроль, он уже начинается над этими действиями. Но не объясняем пока ничего. Наша задача, чтобы клиент выполнял из раза в раз ровно, если он даже не делает, вы ему все равно предписываете делать десять раз одно и то же какое-то действие. Не важно какое. Не важно какое. Десять раз переложить один телефон отсюда, сюда, отсюда, сюда. Ровно десять раз. Или там десять раз пойти помыть руки в пять часов тридцать минут. Вот прям вот какую-то такую фишку. Любое задание можете ему дать, чтобы он сделал ровно десять раз. Здесь будет очень крутая история. Тут что получается? Что он будет заострять внимание на инородных ритуалах, потому что он создаёт, его бессознательное создаёт ритуалы бессознательно. То есть он не может их не выполнять. Его, как ни крути, у него руки крутятся и крутятся, если он даже не захочет, чтобы они крутились. А вы тут что делаете? Заставляете его, ну не заставляете, а хитренько говорите, что вот так вот для вашего симптома он вот такой-то, вот нужно сделать вот это. Вот только так. Десять раз повторять это. И что начинает? Он опять отходить от этого Сталина. То есть внутренний Сталин ему говорит, делаю то-то-то-то. То есть вот эти движения, вот эти компульсии или какие-то обсессии. А вы ему даете новое. Это вы извне. То есть как я говорила, что мы не можем с ними работать когнитивно-поведенческой историей, нападать на этого Сталина, его внутренним, что это его родители, он его будет защищать, он на вас набросится, пошлет вас нафиг и уйдет с терапии. А ваша задача как доктора вылечить пациента, да, хоть он и противный будет вам, лечите, вы же доктор, вот, с какой бы язвой к вам не пришел клиент, лечите его. Вот, то есть ваша задача вот такими методами подходить, то есть 10 раз ему извне делать вот эти действия. 10 раз будет приходить не сделал, ничего не понимаю, вы обретаете уже контроль, продолжайте, пожалуйста, делать. Каждый день 10 раз не 11, не 9, не 7. И вот здесь на самом деле вы контроль уже начинает, он же не контролирует свои действия, понимаете, да, он не контролирует свои компульсии или обсессии, поэтому ваша задача, ну, кстати, еще раз, еще ремарку дам, что обсессивным вам нужно 10 раз что-то там или вообразить, или что-то сказать, или что-то прочувствовать, или что-то 10 раз это тоже сделать, но только на уровне ума, если у человека навязчивые мысли, а если действия, то 10 раз каких-то действий выполнить. Вот, и здесь получается он как бы ставит под контроль то, что он не сделал или сделал, но у него уже появляется новое ответвление какое-то от его рамок вот этих вот сталинских, понимаете, да. Вот, в конце сессии, провожая пациента к двери, ему рассказывали следующее, обязательно это нужно будет рассказывать такую притчу. В одной деревне истории, в одной древней истории говорится, что однажды муравей спросил у сороконожки, не может ли она сказать ему, как это ей удается так хорошо ходить всеми ногами одновременно и объяснить, как ей удается контролировать их все сразу. Сороконожка задумалась об этом, ей больше не удалось двинуться с места. И тоже дайте, пожалуйста, вашему клиенту задание, ну, прям, когда уже до свидания ему говорите, как вы понимаете эту притчу, дайте, пожалуйста, семь уровней понимания этой притчи. Понимаете, да, что сороконожка когда бежит, какой смысл, да, сороконожка не контролирует себя, а кто ее контролирует, Бог ее контролирует, мы здесь возвращаемся к алкоголикам и важности доверия Богу, да, потому что люди компульсивные, обсессивные, они не доверяют никому, ничему, да, у них есть только вот внутренняя вот эта рамка, внутренний Сталин, которому нужно соответствовать, вот, а сороконожка тут вроде бежит, у нее сорок ног, и она как-то ими всеми передвигается, да, это вот про доверие. Осознанность вначале останавливает автоматические процессы, многие из которых возможно не нужны. Осознанность возможна только в сочетании с глубоким расслаблением и доверием, да, осознанность, она придет только в этот момент, только в состоянии расслабления и доверия, вот, а у вашего клиента пока осознанностью не будет пахнуть, потому что человек еще пока его не пробьет, пока его невозможно пробить. Так, а если клиент спросит, скажите, что со мной, назовите мой диагноз, но нужно и можно говорить, если он будет настаивать. Вы можете сказать, что это очень похоже на обсессивно-компуссивная структуру личности, характера, ну это ничего в этом страшного нет, это очень распространено, очень многие люди живут с навязчивыми идеями, мыслями, как у вас, и это определенный, знаете, смысл в этом есть, и какое-то, возможно, даже послание, несмотря в кому там верит ваш клиент, может быть, он верит в Бога, может во Вселенную, вы можете сказать, это послание Вселенной, вы тонкая натура, и, например, подготовьтесь к такому клиенту, найдите обсессивно-компульсивных гениев каких-то, да, и скажите, ну вот, известный человек там Нобелевскую премию получил, так далее, вот, это его компенсаторная как раз вот работа была, ну, тут, 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 чтобы не пугался, чтобы не пугался человек, потому что, по сути, и пугаться нечего, вот, тут, да, есть вот это вот неправильная, такая, знаете, тюрьма чувственная, да, человеку сложно жить, и с ним невозможно находиться с таким человеком, это просто ад, поэтому, такой человек не договаривается никогда ни с кем, у него отсутствие контакта, как с самим собой, так с другими, он живет вот по каким-то утвержденным внутренним рамкам, и ни туда, ни сюда, понимаете, вот, поэтому здесь вот, на четвертой сессии большинство пациентов рассказывали, что чувствуют себя значительно лучше, что у них было лишь несколько эпизодов обсессивности и повторения действий, и что каждый раз, когда они чувствовали импульс к выполнению определенных действий, лишь только они начинали добровольно выполнять их, они сразу переставали чувствовать побуждение, чудо изменений. Кроме того, многие пациенты заявляли, что они много думали о сороконожке и поняли, что попали в ту же самую ловушку, но не смогли объяснить себе, почему сейчас они начали меняться, как оказался возможным тот факт, что их безудержные импульсы уменьшились, а в некоторых случаях исчезли. В этот момент мы прибегали к переопределению ситуации, объяснив в общих чертах использованный трюк, и то, каким образом парадокс будь спонтанным, способствует созданию проблем, но может быть использован для того, чтобы разрушить некоторые другие проблемы, такие, как, например, их расстройство. Значит, когда вы замечаете улучшение вашего клиента, то лучше затормозить. Значит, мы особенно застряли внимание на явные возможности решения их проблемы, однако, после таких утверждений также говорилось, что с этого момента необходимо замедлить процесс изменения. Если слишком нажимать на педали акселератора, можно угодить в кювет. Ну, то есть, как только вы видите какие-то изменения, вы можете немножечко притормозить. То есть, не надо, знаете, как лечить, как врач лечит этими таблетками, делайте какую-то другую терапию, работайте с чувствами, работайте на глубину, с контрпереносом, разбирайте какие-то ситуации. То есть, смотрите на такой, знаете, запрос клиента, какой он запрос будет в поле выносить. А если, ну, это в том случае, когда вы видите улучшение. Вот, вот, и обязательно вот эти сороконожку. Но вообще, если вы будете работать с этими симптомами, то, конечно же, вот эту книгу обязательно Вацлавика читайте. Предписание ухудшений. Знаете, я думаю, что знаете, я думаю, что в последующей неделе можно ожидать несколько рецидивов. Это вот нужно тоже такое делать с клиентами. Вы ему прям так и говорите. Поскольку некоторые типы расстройств смогут самовластно вернуться после того, как они были побеждены. Я даже скажу вам, что я думаю, в ближайшие дни у вас почти наверняка произойдет возврат к прошлому. Тем не менее, вы должны продолжать делать то, чему научились. Как можно было предположить, на следующей неделе лишь очень немногие рассказывали о предписанном рецидиве. Большая часть вернулась, сообщая об отсутствии рецидива. Даже наоборот, они чувствовали себя еще немного лучше. Их преследовало меньше навязчивых идей, почти отсутствовали повторяемые действия. Значит, за счет чего это произошло, да? Опять же, за счет такого внутреннего собственного контроля. То есть, на самом деле, его до этого контролировали теневые стороны, значит, вот его теневые стороны, да? То есть, этот Сталин его контролировал. А тут он сам стал себя контролировать. То есть, уже под контроль взяты эти реакции. Понимаете, как это происходит? Значит, очень хорошая дальше терапия, это стать антропологом. Хорошо, теперь, когда мы отключили известные вам механизмы, можем начать использовать положительное значение вашей чувствительности и вашу большую способность к концентрации внимания. То есть, это можно называть чувствительностью или концентрацией внимания. видите, как аккуратно. В эти дни я хочу, чтобы вы, когда выходите из дома, делали то, что обычно делает антрополог, когда отправляется на изучение определенной культуры. Он внимательно изучает, каким образом ведут себя люди, как двигаются, как говорят, как действуют и так далее. И на основании своих наблюдений он старается понять этих людей и правила, управляющих поведением их общества, их культуры. Смотрите, какой ход конек. То есть, я от себя убираю вот эти вот внимания от моих компульс или абсцессий на внешние какие-то, да, внешние, внешнюю среду. да, то есть, человек начинает ходить и изучать других людей. Например, можно дать задание определять тип людей. Холерик он, меланхолик, сангвиник или флегматик. Но в том, что обсессивно-компульсивный, он очень сосредоточен на внутренних своих чувствах, не чувствах, а реакциях его, вот этих вот мыслях или его движениях. он очень в себе любит что-то найти, накопать, копаться. А вы делаете ход конем и говорите, чтобы он копался в других. Я хочу, чтобы вы делали это, наблюдая, изучая поведение людей, которые видите вне дома, с которыми встречаетесь. Хочу, чтобы вы старались понять по тому, как они действуют, к какому типу принадлежат эти люди. Я уверен, что с вашей чувствительностью и способностью быть внимательным, вы откроете много интересного, о чем расскажете мне на следующей сессии. Значит, это называется предписание антрополога. Вот это предписание антрополога имеет цель сместить внимание человека с него самого на других людей. А именно, оно служит для того, чтобы пациент избегал быть слишком внимательным к происходящему внутри него самого и к собственным действиям. Этот механизм обычно действует как предписание, которое реализуется само собой, смещая внимание на наблюдение и антропологическое изучение других людей. По юнгу мы помогаем бессознательной компенсации, сознательной установке, сосредоточенной на себе и своих проблемах. на следующей сессии большинство пациентов заявило, что у них не было рецидивов и с живостью описали множество типов человеческого поведения. Иной раз поражало количество информации и размышлений, принесенных пациентами после предписания антропологов, относящихся к их наблюдениям и к изучению поведения других людей. Некоторые даже рассказали, что заметили у других людей симптоматическое поведение и открыли для себя, что существует множество людей с проблемами, чему они раньше никогда бы не поверили, думая, что только у них самих есть проблемы. Вся сессия была потрачена на размышления, стимулированные рассказом пациента и на приглашение продолжать это познавательное исследование других людей. При этом проявленные субъектом способности выполнения этого непростого задания подкреплялись похвалой. Напоминалось о большой полезности такой способности к оценивающему исследованию для взаимодействия с другими людьми. Вот, то есть видите, как полезно и эти люди достаточно интеллектуально развиты, потому что у них это как компенсация отсутствия их чувств. И поэтому, если они возьмутся за какое-то дело, они его очень могут даже блестяще выполнить. и, конечно, вы должны обязательно как-то похвалить, говорить, что это невероятно, какую вы работу проделали, как вы тонко видите, как вы так это увидели, это замечательно, это просто прекрасно, что это за результат, то есть давайте вот такую обратную связь. Действия ушли, но навязчивый анализ остался. В большинстве случаев в сессию следующую за второй неделей предписание антрополога ситуация выглядела иначе. Субъекты редуцировали до минимума репертуары навязчивых действий и больше не чувствовали себя рабами навязчивых идей, но сохраняли тенденцию слишком много думать о вещах, усложняя их, делая их трудными и поэтому беспокоящими. Следовательно, хотя они и не демонстрировали компульсивного поведения, они сохраняли склонность к обсессивному типу анализа действительности с тенденцией много думать и мало действовать. Следующий ваш шаг, вы даете чистый лист бумаги и говорите, пишите здесь пять раз вот эту фразу, меньше думай и учись действуя. всякий раз, когда пациент начинал думать слишком много об определенной вещи или ситуации, то есть вот пять раз нужно написать фразу меньше думай и учись действуя, просто пять раз. Или на английском эта фраза звучит так thinking little and learn by doing. Это задание давалось без объяснения смысла фразы. Некоторые субъекты знали английский язык и сразу поняли смысл. Остальным было предложено попросить кого-нибудь перевести им фразу. Никто не выполнил предписание. Почти все рассказали, что при одной мысли о необходимости писать эту фразу они освобождались от раздумий о вещах, начинали действовать более непринужденно и с меньшим количеством усложняющих размышлений априори. Понимаете, то есть опять ставилась под контроль как бы вот эта фраза они избегают что-либо делать потому что у них стоит этот Сталин они вообще такие клиенты будут избегать что-либо делать но хотя бы если у них появляется мысль о том что это надо сделать и я это не буду делать это уже его желание понимаете тогда тогда он уводит автоматически уходит от своих ритуалов это или ритуалы понятно что хотя бы чуть-чуть но освобождаются авторы считают что вклад этого вмешательства в заключительный удар по обсессивному механизму восприятия реакции по отношению к реальности основывается на том ироничном сообщении которое оно передает и на том факте что человек который хочет выполнить это задание после того как в предыдущей неделе он добился значительных успехов в борьбе с собственными проблемами ставится в ситуацию самой иронии это равносильно тому что обозвать самого себя дураком вы поняли да почему вообще это все когда он делал вот такие крутые всякие задания исследовал людей когда у него же все пошло на лад когда у него все это уже перестали ритуалы сошли на нет и тут ему какую-то фигню дают вообще что-то там мысли там делай пять раз напиши пять раз что за ерунда и вот это как бы хитрость как бы ставит ну как бы такая происходит либо самоирония да и опять он этот клиент начинает отходить бессознательно уже то есть сознательно уже начинает отходить от своих ритуалов вот потому что уже начинает появляться какое-то чувство да самоирония он может даже прийти и сказать что-то за фигня какая-то да ну вы можете конечно ему раскрыть прикол этой терапии да то есть по сути можно с клиентом это обсуждать но только когда у него уменьшились его симптомы из 24 УКР пациентов 17 полностью решенных случаев это вообще просто грандиозная история победа потому что честно говоря у нас я мало видела людей которые умеют работать с УКР а именно полное решение проблемы к концу терапии и отсутствие рецидивов в течение года 6 случаев незначительного улучшения то есть случаев частичной редукции симптоматики к концу лечения которые характеризовались присутствием эпизодов обсессивности случающихся довольно часто но при этом определяемых самими пациентами как намного менее интенсивные и менее частые по сравнению симптомами периода предшествующего терапии как юнгианцы могут объяснить это все в тени комплекса порядка мы уже начинаем по-юнгиански говорить в тени комплекса порядка в тени навязчивых контролируемых контролирующих мыслей и ритуалов прячется архетип трикстера трикстер это суть бессознательного противоположное рациональному сознанию то есть есть рациональное а трикстер это то что делает неконтролируемые действия то есть это и есть трикстер когда психолог пытается использовать рациональность трикстер его победит когда сам психолог с помощью парадоксальной терапии становится трикстером трикстер пациента трикстер пациента находит в вас друга понимаете да то есть если вы включите свою рациональность и начнете в когнитивно-поведенческом подходе с ним работать он вам будет сопротивляться если вы начнете как я вам говорила поддакивать так скажем его симптомам и говорить о том что как они гениальны как они там божественны то вы тогда подружитесь с внутренним текстером вашего клиента вот значит я хочу чтобы вы почитали цели терапевтические цели работы с комплексом порядка это есть в актуальном называемый комплекс порядка то есть по сути это нужно просто прочитать то есть тут написано терапевтические цели да вы увидите терапевтические цели ум когнитивные цели эмоции эмоциональные цели поведение тела бихеверальные цели вот это нужно будет прочитать и тут есть примеры вот почитайте интересно очень тут слайдов так 10 наверное 15 максимум вот достаточно все доступно с примерами и я хочу чтобы мы сейчас еще сделали одно упражнение последнее сделаем упражнение напишите пожалуйста 10 должествований которые вы считаете что вы должны делать прям должны например выбрасывать мусор работать зарабатывать воспитывать детей и тому подобное напишите 10 10 таких должествований и вот ну давайте не 10 давайте по 3 будем а вы потом напишите себе 10 и со своим клиентом или со своими близкими или знакомыми вы можете именно 10 пусть они пишут 10 так вот именно должествование то что вы должны и теперь прочитайте пожалуйста первое должествование я должна то-то а я вам скажу так что нет не должны прочитайте пожалуйста второе что вы должны делать вы должны я должна то-то а я вам скажу нет не должны и то и и все точно так же все 10 нет вы это не должны нет вы это не должны дальше теперь то же самое 10 напишите я могу выбрасывать мусор например или я могу работать то есть именно с могу и вот так вот все 10 да или которые вы успели написать там 1 2 3 да что вы можете там я могу работать я могу зарабатывать я могу воспитывать детей и я вам даю обратную связь да вы можете это делать да вы можете работать да вы можете зарабатывать да вы можете воспитывать детей да вы можете варить борщи и так далее то есть по сути вы должны вот те где я должен потом сделать я могу а следующее я буду выбрасывать мусор и тут же я не буду выбрасывать мусор я буду работать я не буду работать то есть надо сделать буду и не буду вот то к чему вы напишите 10 вот этих самом начале должествований и когда вы это все напишите каждому вот эту буду и не буду дайте себе ответ такой может быть я буду выбрасывать мусор может быть я не буду выбрасывать мусор может быть я буду работать может быть я не буду работать может быть То есть это превращение долгов в желание может быть здесь вот очень будет полезно вашему клиенту, потому что у клиента с обсессивно-компульсивным характером у него всё должен. Он как родился, он всем должен, себе должен, другим должен, у него всё в этих рамках должествования. И вот это очень эффективное упражнение. Хитренько сначала 10 должествований, чего он там должен, кому, как родился. Аккуратненько смягчаем, да, могу, да. И завершаем буду, не буду, с ответом может быть. То есть вы прям, он будет вам зачитывать, а вы ему говорите может быть. Он следующее читает, вы ему говорите может быть и так далее. У вас это упражнение тоже есть в актуальном. И обязательно, что вот первым там будет должен выбрасывать мусор, на этом должен, нужно сказать нет, не должны. То есть вот то, что должен, там написано будет нет, это значит нет, не должны. Потом могу, да, и буду, не буду, может быть. То есть здесь такая немножечко такая хитренькая штучка сориентироваться, а может и правда не должен. И появляется что? Выбор. Появляется выбор. Вот, всё, сегодня мы закончили с вами комплекс порядка. Дочитайте, пожалуйста, вот эти вот слайды с примерами интересными. Посмотрите фильм. И у нас с вами в четверг мы, наверное, возьмём с вами старость, болезнь и смерть. Сделаем такой перерывчик небольшой между комплексами, да, а потом уже следующее занятие продолжим с комплексом драмы. Вот, ну что, грызите гранит науки. Всё, всем пока.